итак еще раз доброе утро меня зовут максим горбачёв я тренер консультант и специалист по продажам b2b в том числе и по вопросам привлечения клиентов через телемаркетинг через активные продажи и сегодня мы с вами рассмотрим вопрос который актуален для многих компаний собственно как же сократить затраты на привлечение новых клиентов с помощью аутсорсинга с помощью call центра либо внешних сотрудников которые занимаются холодным обзвоном и телемаркетингом вкратце информация обо мне кто со мной не знаком то есть практический опыт сфере продаж занимался смазочным материалом фарм препаратами и услугами финансовыми 2003 года занимаюсь тем что помогаю компаниям увеличивать продажи причем это как консультационный проект так и обучение менеджеров по продажам и последние где-то года три участвовал в ряде проектов где использовались колл-центры поэтому есть определенный опыт работы с этим инструментом клиентов вы видите это как федеральные компании мархиз балтика ростелеком так ряд компаний региональных небольших и являюсь автором такой небольшой книжной полки и так это вкратце информация обо мне собственно хотелось сначала получить от вас некую обратную связь вообще был ли у вас опыт работы с колл-центрами поставьте пожалуйста плюсики те у кого был и минусы те у кого не было опыта работы чтобы я понимал так ну примерно пока ситуация 50 на 50 хотя смотрю те кто у кого был а колл-центр для своей компании то есть в основном аудитория опытная тогда у меня следующий вопрос у кого опыт был положительный поставьте пожалуйста пятерочку то есть целом вы удовлетворены у кого был опыт отрицательный поставьте двоечку четверочка почти удовлетворены у кого-то на троечку я смотрю больше негатива тогда вопрос относительно того что а какие вопросы по работе с колл-центрами для вас актуальны для того чтобы я понимал и сделал акцент на этих моментах напишите пожалуйста в чат то есть что хотелось бы сегодня узнать обсудить потому что я смотрю что аудитория опытная принципе участие из вас положительный опыт относительно отрицательного опыта я всегда говорю когда сталкиваюсь с тем что мне говорят что до колл-центры пробовали знаем неэффективно я вспоминаю фразу из рекламы вы не любите кошек просто вы их не умеете готовить то есть колл-центрами тоже нужно уметь как из каждым инструментом работать как заставить работать активно виталий вы про собственный колл-центр просто я сегодня немножко про другие колл-центры буду рассказывать то есть не прием обработка заказов уже по существующей клиентской базе а в большей степени именно вопрос связаны с привлечением новых клиентов там где основной метод привлечения это холодные звонки так как выбрать колл-центр как эффективно с ним работать у ирины вопрос так другая ирина быстрого привлечения клиентов без прямого предложения купить расскажу примеры из практики как правильно выбрать нужно ли давать возможность писать сценарий обсудим этот момент не нашел толковых составителей сценариев такое тоже бывает так у марка вопрос в аутсорсинга в колл-центрах низкий профессиональный уровень дальше презентации плывут до есть такая ситуация итак кто то еще дописывает итак кто то еще дописывает итак вообще с чего я решил поднять эту тему потому что ну вечная проблема которая стоит перед руководителем отдела продаж да и перед директором компании это вопрос увеличение продаж и один из инструментов которые рассматриваются в этом случае это увеличение контактов с клиентами в том числе с клиентами потенциальными с помощью телемаркетинга или того что чаще всего называют холодными звонками при этом в ряде случаев компании сталкиваются что своих менеджеров они так загружены работой по клиентам существующим либо при обработке входящих запросов либо там загнать их в холодные звонки практически нереально люди начинают имитировать бурную деятельность говорить что я обзвонил 100 организаций никому ни черта не нужно можно я пойду наконец-таки поработаю я не буду заниматься вот этой фигней которую вы от меня требуете там 20 или там 30 звонков в день поэтому возникает вопрос если мы видим что есть потенциальные клиенты которых через подобный канал мы можем привлечь то безусловно как это делать но тут возникает вопрос в том числе опять же если мы занимаемся своими силами через своих менеджеров если у нас менеджеры квалифицированные то зачастую особенно первичная работа по дозвону в организации по выходу на нужных лиц выходу на первичные потребности на нее уходит очень много времени в результате когда мы смотрим то стоимость привлечения клиента и стоимость продажи она достаточно высока приведу примеры в одной из лизинговых компаний стоимость привлечения клиента составляла порядка семидесяти тысяч рублей то есть не он окупался где-то в течение полгода он так как там услуга он уплачивает определенные платежи в партнерах компаниях партнерах которые занимаются продажи справочно-правых систем гаранты консультант для того чтобы клиент окупился длинная цепочка есть отдельные люди которые ищут есть отдельно те кто занимается телемаркетингом назначают встречи и те кто потом делает презентации главным бухгалтером этой программы стоимость клиента окупается в течение года полутора соответственно вопрос как это сок как сократить эти затраты и частично колл-центр позволяет это сделать значит по поводу экономики колл-центров для того чтобы у тех у кого есть вопрос а нужно ли как вы видите выгоды пора и вот вот есть слышно ли меня напишите пожалуйста поставьте что-нибудь там плюсики спасибо вячеслав замечательно периодически бывают технические сбои и так возвращаясь к теме экономической целесообразности использования колл-центров для тех у кого есть вопрос а нужно ли это с точки зрения экономики приведу совершенно конкретный пример из своей практики значит компания занимается продажей услуг это переводы деловые переводы с различных языков сложность как очень часто бывает в услугах с одной стороны вроде бы твои услуги нужны всем а с другой стороны если начинаешь копать так и не особо кому и в отличие от товаров сложнее провести ту же сегментацию сложнее привлекать в ряде случаев клиентов соответственно в компании был менеджер который занимался активными продажами было два сотрудника которые занимались работой с входящими обращениями и работой существующей клиентской базой но даже вот этот один сотрудник естественно он не мог перерабатывать огромное количество потенциальных организаций которые нужно было обзвонить то есть когда они отработали схему они выделили 600 компаний которые передали в колл-центр относительно экономики если их менеджер по продажам ну с учетом его загруженности с учетом там отправки коммерческих предложений ведение переговоров повторных контактов дел 30 звонков в день ему нужно было чтобы обзвонить эту базу ну минимум 20 дней один месяц про стоимость скажу соответственно среднее количество звонков в день у колл-центра ну среднем оно составляет около 100 звонков плюс еще отправки документов соответственно для того чтобы обзвонить эту базу колл-центру необходимо шесть дней ориентировочная стоимость которую они потратили было по моему как раз около 10 тысяч плюс еще стоимость связь до центр как вы заметили не московский был он был региональный поэтому вышло дешевле и в итоге этой работы удалось вытащить 55 потенциальных клиентов то есть клиентов по которым было понятно что есть объем и было известно контактное лицо и по которым уже делал звонки этот менеджер активных продаж и занимался вопросами собственно привлечения и продажи то есть если посмотреть на экономику в среднем менеджер менеджер в их случае его общий уровень дохода был в порядке там 35 45 тысяч ну и даже если взять просто зарплату то есть месяц он бы только обзванивал эти организации и выходил на нужных людей и вытаскивал информацию потребностей в результате колл-центр что позволил сделать он во первых позволил сократить время на получение именно вот этой выборки тех клиентов которых целесообразно прорабатывать второй момент но как вы видите что он позволил сэкономить примерно в треть количество денег относительно стоимости колл-центров попозже тогда коснусь основные выгоды по большому счету выгода номер один это сокращение времени особенно если это большие массивы то есть сотни организация иногда и тысячи организаций по всей россии естественно колл-центр сделали быстрее чем ваши менеджеры хотя тут в этом случае возникает вопрос уже если 1000 компаний не проще ли создать свой отдел телемаркетинга и взять отдельного сотрудника но это другая история и второй момент это собственно экономия денег как в этом примере когда же вообще целесообразно использовать колл-центр потому что честно скажу что в ряде случаев то о чем уже и говорили проще нанять подобного сотрудника если вы видите что большой объем связан с телемаркетингом и с необходимостью либо перебирать организации либо назначать встречи в зависимости от того какие цели стоят и в итоге вам это будет стоить а дешевле б процесс будет более контролируем потому что вы обучите этого сотрудника у него будет определенная система мотивации ну например в группе компаний externet по телекому есть телемаркетолог который выполняет именно функции первичной актуализации базы оценки потенциала и затем уже те потенциальные клиенты которых целесообразно прорабатывать они соответствуют некому профилю они передаются в отдел продаж значит перечислю те ситуации которые я указал на слайде первый момент когда актуально не брать сотрудника а нанять колл-центр когда вы работаете на региональном рынке и количество потенциальных клиентов небольшое то есть несколько сотен пример компания занимается смазочными материалами работает на региональном рынке количество компаний которые нужно было проработать это сегмент производственные предприятия заводы которые используют смазочные материалы в для того чтобы смазывать свое оборудование производственное количество компаний которые нужно было обзвонить было порядка 500 организаций естественно брать для подобного обзвода отдельного человека в штат нецелесообразно поэтому наняли колл-центр колл-центр сделал обзвон из этих 500 компаний вытащил 100 организаций по которым целесообразно работать то есть третий момент когда задача по обзвону собственно проектная а не носит регулярного характера последние два пункта то есть вам нужно первую очередь актуализировать клиентскую базу и собрать информацию потенциале клиентов то есть очень простая задача которую в принципе может сделать человек без знания продукта без знания какой-то специфики если у вас менеджеры дорогие ну что я здесь подразумеваю то есть их уровень дохода составляет ну хотя бы но если это хороший менеджер больше там 40 тысяч рублей за месяц то зачастую сажать его чтобы он занимался такой простой работой выходил на контактных лиц уточнял потенциал нецелесообразно ну и последняя задача когда вам нужны собственно теплые клиенты либо назначаются встречи либо проделана какая-то предварительная работа выслана информация и дальше уже клиенты которые проявили интерес так называемые лиды и будут дожимать ваши менеджеры по продажам собственно вопрос почему заказчики недовольны работой с колл-центром по холодному обзвону вот здесь уже марк говорил относительно того что колл-центр не может продавать совершенно верно а еще какие негативные моменты с которыми вы сталкивались напишите пожалуйста в чате потому что еще раз повторюсь колл-центр это инструмент и тут самая наверно большая самая большое заблуждение с которыми я сталкиваюсь это попытка использовать колл-центр через продажи лень нежелание работать но виталий это ваша отдельная ситуация это не да не внешние колл-центры тут я сейчас не буду просто комментировать знаю вашу ситуацию это отдельный разговор так еще у кого ну то есть почему колл-центр не может продавать берут деньги за любые телодвижения так есть такой момент ну относительно продаж здесь обычно я задаю самый простой вопрос сколько менеджеру новому вашей компании нужно время чтобы он вышел на ну какой-то уровень когда он сможет заказчиками говорить нормально но я имею ввиду отвечать на вопросы вести переговоры по каким-то техническим моментом естественно это наверное не один не два и не неделя в лучшем случае это месяц если продукт достаточно простой если продукт сложный то месяц и до полугода то есть пока вот марат пишет три месяца поэтому и возникает вопрос что можно ожидать от оператора колл-центра ну каких чудес если внутри компании у вас такой цикл развития людей то есть как бы вы их там не обучали сейчас на входе ну как надеюсь такая шутка если собрать 9 беременных женщин в одном месте месте они не родят за один месяц примерно та же история то есть если у нас менеджер зреет три месяца оператор колл-центра за три дня не станет квалифицированным продавцом так теплый клиент для колл-центра не равно теплый клиент в реале они судят по согласию секретарь получить презентацию есть такой момент так как вы оцениваете по теплым клиентам увеличивают время разговора тем самым его стоимость да когда оплатите за звонки собственно заказчики недовольны результатом а сами даже не знакомы воронкой продаж ну вот с моей точки зрения но если не брать те моменты о которых вы уже сказали основные затыки возникают на следующих точках по моему опыту можно еще добавить другие моменты безусловно пункт номер один это база для обзвона есть у программистов такая хорошая аббревиатура называется гилл гербич ин гербич out мусор на входе мусор на выходе то есть если вы либо колл-центр не совсем правильно сегментировал базу и выделил те компании куда стоит делать звонки как вы понимаете никакой колл-центр и никакие технологии к сожалению не вытянут эту ситуацию как-то я сталкивался с проектом уже правда на поздней стадии меня пригласили туда когда уже было исправить ничего нельзя когда одно коллекторское агентство опять же ситуация услуги которая заказывается нерегулярно и поэтому сложно выделить те компании которые изначально ну которые ну изначально нужно прозванивать поэтому они исходя из там своих своего понимания сформировали базу для обзвона наняли дорогой колл-центр в санкт-петербурге так как сама компания сан из санкт-петербурга этот колл-центр по моему сделал обзвон полутора тысяч компаний ну в итоге там у них какой-то появился один теплый клиент который по моему в итоге и не выстрелил а основная причина была тем что где-то процентов 60 тех компаний ну не соответствовали реально профилю клиента куда нужно было звонить то есть это были такие выстрелы в молоко поэтому если база сформирована не совсем верно то есть мы не совсем понимаем какие же компании нам нужны то есть когда это особенно бывает то есть когда мы продаем в первую очередь как искал услуги которые потребляются нерегулярно либо товары которые потребляются нерегулярно допустим тот же лизинг если продавать то есть вы будете обзванивать те же ну кто нам транспортные компании которые пользуются лизингом вероятность того что у них есть потребность она мала ничтожно мала поэтому результат тоже он будет практически равен нулю если это обзвон каких-то компаний которые чем-то торгуют либо тех кто регулярно закупает ваш продукт те же сматочные материалы там уже гораздо проще получить быстрый результат второй момент ну как я уже говорил относительно операторов что они будут продавать ваши товары услуги ну то есть когда делается первый звонок вышел на никого лпр а закупщика договорился отправки коммерческого приложения потом позвонил спросил интересно ли и обычно тут о чем искал марк операторы сыпятся несмотря на разные сценарии если начинают задавать какие-то вопросы в сторону естественно не зная ни товара не не зная того как оказывать услуги они в итоге ответить не могут формируют такое не очень впечатление о вашей компании и желание продолжать переговоры у заказчика отбивают поэтому этот вопрос для себя очертить те границы в рамках которых реально колл-центр и не очень соображающие вашем продукте услуги люди смогут делать третье ну собственно не понимание самим колл-центром процесса активных продаж вашего товара услуги ну то о чем мы говорили что не знакомы с воронкой продаж а в ряде случаев вообще просто перекладывают кальку с каких-то там про из тех проектов по которому которые были успешны ваш товар и услугу но как я уже говорил продажи тех товаров которые закупаются регулярно и того что закупается нерегулярно будет сильно отличаться собственно четвертый момент это обучение операторов в лучшем случае сам колл-центр может обучать навыкам продаж работе по скрипту которые составили заказчиками но дать хотя бы какие-то минимальные знания по продукту для того чтобы человек не просто по скрипту говорил как обезьяна но еще там немножко соображал может только заказчик и только через обучение что без этого но с моей точки зрения ну вообще никак хотя безусловно как я уже говорил не обучить его и оператора того уровню который хотелось бы получить от обзвончика ну пятый момент контроль операторов в процессе то есть говорили что колл-центр берут за каждый чих и вот обычно так называемые железные колл-центры им то есть которые физически где-то находятся у них есть сложное оборудование за то чтобы вы получили доступ записям разговора требует с вас отдельные деньги и либо там высылают вам там несколько разговоров в течение дня но это особо не дает никакого понимания что же происходит в за рамками отчетности которые они вам прислали что обзвонились только до компании такие-то варианты отказов как это было на самом деле непонятно то есть поэтому без этого момента я считаю что работа с колл-центром она сразу сбоит потому что вы не понимаете а почему те или на и цифру в итоге получаются и не можете никак подкорректировать общение операторов видят что этот вообще ни о чем не может толком сказать здесь заказчики задают такие вопросы и нужно добавить какие-то моменты сценарий звонка ну и последний момент это в принципе вообще такая ситуация связанная с колл-центрами это восприятие самого проекта работы с колл-центром как некой разовой акции особенно если в работе с колл-центром был элемент продажи то есть сотрудник выходил на контактное лицо высылал какую-то там информацию перезвонил повторно для того чтобы выяснить реакцию вероятность того что после повторного звонка люди скажут ой где же вы родные были мы хотели купить ваш товар и услуг как вы понимаете он примерно равен нулю есть такой старый бородатый анекдот про какая вероятность увидеть на центральной площади вашего города динозавра обычно считают что есть мужской ответ когда нашли где-то вечной мерзлоте динозавра у него живая клетка клонировали вырасти для неволе теперь возят по россии привезли в ваш город но вероятность там 0000 процента и такой вариант называют блондинок 50 на 50 ну либо встречу либо не встречу конечно здесь тоже ситуация либо заинтересуется захочет вести переговоры либо не заинтересуется но почему-то второй вариант зачастую в большей степени встречается поэтому как это можно избежать когда вы понимаете что те компании которые прилипли после второго касания то есть им позвонили они горели ну да в принципе давайте обсудим и переключает уже на менеджера либо менеджер ваш связывается с этим клиентом таких минимум то есть это знаете по принципу кидание грязи в стену что-нибудь да и прилипнет особенно если выборка большая тысячи компаний чем точно на прилипнет весь вопрос только последующей экономики всего этого дела для того чтобы выжать из этого максимум необходимо выстроить последующие касания данных людей ну что здесь подразумеваю когда вы получаете e-mail часть e-mail of они по крайней мере являются e-mail ами того человека который проверяет соответственно вопрос уже последующих рассылок и причем не разовых писем а именно неких серий который человек будет получать причем как это может быть информация по товару услуги так и просто некая интересная информация так называемая контентная информация которая может быть актуальна для сотрудника который находится на данной должности например компания занимается продажами такой специфическая тема это кабельная арматура наконечники для кабеля и провода которые используются при монтаже то есть их клиент с одной стороны там снабженцы монтажника с другой стороны это закупщики в торговых компаниях если брать основную аудиторию закупщики в торговых компаниях вот что для них может быть интересно естественно вопросы ну по крайней мере в этой отрасли они точно актуальны как работать с товарными запасами делать так чтобы не было большого дефицита и мы обеспечивали высокий процент комплектации заявок а с другой стороны чтобы большой склад не приводил появлению большого количества неликвидов если мы начинаем подбирать подобную информацию причем не обязательно чтобы она была наша самое главное что мы просто сделали подборку и высылаем и напоминаем о себе еще дополнительно там делая ссылки на сайт делает это дополнительные предложения через некоторое время когда появляется потребность и мы попадаем в некое такое окно когда эта потребность возникла человек на обращается опять же можно проводить те же вебинары семинары дальше там последующие звонки то есть если рассматривается проект просто как обзвонили скинули спросили реакцию на этом закончили но эффективность скорее всего будет в разы меньше если мы понимаем что это лишь начало последующих касаний колл-центр просто позволил что нам сделать позволил отфильтровать и вытащить именно те компании которые для нас представляют интерес если кому-то продали вообще замечательно если отбили затраты великолепно но основные моменты мы вытаскиваем через последующую плотную работу с этой базой ну кстати в были вопросы как можно продавать не продавая но был проект компания хостинг провайдер там был какой заход когда они звонили выходили на директора чем целевая аудитория это интернет-магазины интернет-магазином для них важно собственно скорость как загружается сайт а этот хостинг провайдер то есть компания которая предоставляет услуги по размещению сайтов на своих серверах на своих серверах и вот у них был вход следующий они звонили выходили на директор и говорили мы провели оценку скорости загрузки вашего сайта и подготовили отчет на какой email он выслать то есть уже сам факт такой они был специальный сервис у этой компании куда просто вбивался название сайта этого интернет-магазина и дальше email куда отправлялась это письмо и в этом отчете кроме там технической информации и потому как оптимизировать и увеличить скорость загрузки сайта был было еще само предложение ну и потом повторные контакты и ведение последующих переговоров время дорогой удовольствие согласен только весь вопрос такой что не всегда на все хватает рук и второй момент в том случае как я приводил примеры когда количество компаний которых нужно отфильтровать на входе большое дешевле бывает заплатить колл-центру и получить именно тот список на которую же стоит тратить свое время и время своих дорогих менеджеров относительно с того что можно доверять колл-центру но вот есть классический процесс продаж и четырех блоков привлечения блок продажи блок обслуживания блок развития клиентов если мы говорим про аутсорсинга вы колл-центры с моей точки зрения максимум что мы можем отдать на аутсорсинг это блок привлечения это в разрезе когда колл-центр может именно найти базу если они оказывают подобные услуги определенным определенным образом сегментированную ее проработать предварительно а потом сделать обзвон собрать необходимую информацию по контактным лицам по потенциалу и непосредственно передать нам уже в качестве той базы с которой начинают работать менеджеры по продажам то есть вот это вот принципе идеальная схема под которой колл-центр большей степени заточен если это уже некий момент связанный с предпродажами то есть когда идет выход на человека представление вашей компании отправка какой-то информации потом последующий звонок тут безусловно мы столкнемся скорее всего с вопросом подготовки и с тем что менеджеры не всегда будут квалифицированы в ответах на вопросы заказчика и к сожалению этот момент не победить продавать колл-центр как правило не может то есть хотя вот сейчас есть такая услуга которую продают называется на аутсорсинг продаж но опять же вопрос возникает сколько вам нужно чтобы подготовить менеджера и как быстро они своего подготовит тем более если он находится не в вашей компании не слышит о чем говорят коллеги о чем говорите вы заказчиками то есть у него нет опыта то есть у меня положительного опыта аутсорсинга продаж то есть когда вам прям дают готового клиента который заключил договора вы просто его отгружаете нет максимум это получили заявку на это в большей степени вопрос привлечения передали дальше в эту заявку отработали выставили счет либо коммерческая и ведете дальше уже переговоры о конкретной сделки блок обслуживания ну понятно что это своими силами тут но если колл-центр то свой который принимает заказы либо обзванивает то есть вот подобные вещи по обслуживанию но точно нельзя отдавать за исключением только если у вас массовый рынок и нужно принимать большое количество входящих звонков по каким-то акциям а в битубе и зачастую отдавать это точно нецелесообразно ну и последний блок развития клиентов здесь большей степени если что-то можно отдавать колл-центру то так называемая реанимацию то есть когда клиенты перестали работать то есть менеджеры там вроде им звонили и вы понимаете что либо новому сотруднику нужно передавать тогда вот этих вот дохленьких клиентов либо если новых менеджер они не предвидятся и база достаточно большая чтобы по ним прозвонил колл-центр и попробовал взбодрить напомнить о себе сделать какое-то спецпредложение и тех кто оживился опять вернуть в луна вашей компании значит какие моменты необходимо проработать вообще при работе с колл-центром опять же скажу что это вот мое мнение там в зависимости от того что это будет за колл-центр какие-то действия могут отличаться но первый момент если задача привлекать клиентов то есть именно колл-центр будет заниматься предпродажами то здесь ключевый вопрос если у нас некий товар либо услуга локомотив с которой мы можем заходить и по которой но большая вероятность что мы зацепим клиента привлечем внимание и сможем перетянуть на следующий этап продажи и второй момент на какие сегменты этот товар либо услуга ориентирована то есть без понимания вот этого стратегического вопроса к сожалению остальные моменты они уже не дадут результата потому что если у нас подход по принципу у дяди якова товара всякого и попытка сложный большой ассортимент продавать через колл-центр ну скорее всего они вышлют ваш огромный несколько тысяч прайс-лист с каким-то коммерческим предложением и на этом все закончится то есть вопрос вот за что цеплять если вы такой локомотив и для кого опять же за каких-то клиентов для каких сегментов он будет такой вот таким вот крючком кстати вот я рассказывал как вариант например с одним из учебных центров специфической такой сфере аудио-видео интеграция то есть компании которые занимаются аудио-видео проектами то есть это конференц залы это переговорные комнаты нужно было проработать их базу и собственно выйти на контактных лиц которым продавать можно было обучение колл-центр выполнял простую функцию то есть он обзванивал выходил на нужного человека и горел от нас мы проводим акцию высылаем книгу туры-дуры-дуры по проектам в общем для как раз вот этой целевой аудитории интересны там по моему как как снизить количество ошибок при реализации в аудио-видео проектов подскажите на кой емэйл выслать эту книгу дальше собственно получал е-мэйл и задавал еще там несколько вопросов для того чтобы понимать эта компания целевая не целевая стоит ли тратить на нее время а в результате получилась базы и дальше уже через сначала разогрев через е-мэйл и через вебинары а потом уже через обзвон своих менеджеров компания вытягивала этих клиентов на обучающие курсы собственно товары и сегменты следующая база для холодного обзвона кто ее готовит вы ее готовите и и готовит колл-центр по каким критериям туда отбираются клиенты потому что я говорил уже что если мы получаем мусорную базу то к сожалению будет мусорный результат каким бы замечательным все было не было все дальше ну это принцип застегивания рубашки если одну пуговицу мы ставили не в ту дырку то рубашку мы не застегнем вот здесь таким вот ключевым моментом является база которая потом влияет следующий момент момент отчетности вот очень часто используются отчеты в виде экселя но они неудобны потому что каждый раз это новый отчет вы по нему что-то смотрите если вы можете использовать для работы с колл-центром ту же облачную серая ну что такое такое облачная серая серая которая находится в интернете загружающую туда базу она даже может в принципе на бесплатный период на определенный период работы с колл-центром быть бесплатной в течение двух недель либо месяца либо платить небольшую сумму там в районе тут же а мастера им 500 рублей и вам очень удобно работать колл-центр вносит сотрудник колл-центра телемаркетолог оператор когда обзванивает он вносит определенные изменения вы сразу видите аналитику сколько клиентов им было выслан коммерческое предложение какие отказы были и так далее четвертый момент собственно сам процесс привлечения продаж как вы его понимаете и какую роль в нем будет играть специалист колл-центра где будет подключаться ваши менеджеры и последний момент то о чем я уже говорил это вот последующие касания когда мы понимаем что часть клиентов они ничего не купят и это нормальная история вопрос как мы будем дожимать при помощи других способов контактов емейлы возможно через некоторое время наши звонки это сценарий звонков и скрипты относительно того кому лучше чтобы кто лучше чтоб писал их непосредственно я сам пишу сценарии тут сильно зависит от того с каким колл-центром вы работаете например если это такие большие серьезные их на железные колл-центра где люди физически сидят в каком-то помещении у них дорогостоящее оборудование то как правило у них есть специальное программное обеспечение которое позволяет вообще двигаться по сценарию ну ведь когда у менеджера есть какой-то там речевой модуль и варианты ответа да нет не знаю пошли нафиг в зависимости причем каждый вариант ответа эта ссылка нажимает на ссылку допустим не знаю переходит на соответствующий вариант ответа который нужно отвечать и в результате у него прям вот в логика идет в html и такой сценарий ну честно говоря вы не напишите если это обычный колл-центр виртуальный когда люди могут находиться в разных местах и обзванивать сидя из дома и результате это будет дешево то здесь это бумажные скрипты конечно может но вам написать сам сотрудник колл-центра либо вы сами напишите ну когда просто обозначаете сценарий исходя из понимания того что пример скрипта я я на слайдах не подготовил примеры скрипта ну я называю сценариями то есть начиная когда в начале идет первый звонок здравствуйте соедините меня с отделом снабжения закупок в зависимости того как вы строите и дальше идут варианты ответов там представьтесь то вы и по какому вопросу дальше менеджер говорит передайте что это там иван иванов из компании такой-то по вопросу нормально открытых нормально закрытых противопожарных клапанов следующий там если у вас есть коммерческое предложение скиньте его нам на электронную почту да я обязательно это сделаю но для того чтобы выслать вам информацию мне нужно задать пару вопросов стандартные моменты которые загоняются именно сценарий первый блок работа с секретарем второй пункт или второй контакт это уже выход на нужного человека внутри компании закопщик какой-то технический сотрудник директор если вы на него выходите и уже идет общение с ним причем первую очередь вам нужно понимать какая цель стоит этого контакта то есть на что вы хотите вывести этого человека и дальше сам сценарий он строится для того чтобы именно выйти на эту функцию тут я даже не стал приводить вопросы сценариев потому что это не столь работа колл-центров это в большей степени моменты связанные с техникой продаж и узнаете нету таких волшебных скриптов но сразу скажу что проход через секретаря да здесь моменты они нестандартные для всех а вот когда вы выходите уже на самого снабженца очень сильно будет зависеть от того что и кому вы продаете если вы продаете товар какой-то торговой компании перепродавцу эта история одна если вы продаете этом услугу конечному потребителю телеком эта ситуация будет уже другая и тут таких знаете универсальных сценариев к сожалению нет поэтому колл-центр он вам может только помочь в таких вот общих моментах проход ну так написать проход через секретаря выход на нужного сотрудника там начала контакта а уже содержательные моменты презентационные ответы на вопросы ответы на возражения чем не контактные возражения ничего не нужно есть поставщики а вот уже конкретный а мы работаем на оборудовании там таком-то а вот ваше оборудование дерьмо потому что так-то 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 или вас у вас плохое качество связи а я раньше с вами работал у меня там ну то есть вот такие естественно колл-центр под такое уже ничего не напишет то есть поэтому воспользоваться и помощью нужно ну с моей точки зрения сценария это результат совместной работы что когда колл-центр полностью пишет я вот наблюдал по тому же коллекторскому агентству они просто взяли презентационные блоки сайта такие абсолютно непроговариваемые даги длинные которые плохо очень работали самом сценарии звонка вообще вот если стоит вопрос выхода на нужного сотрудника экономии времени ну чем может помочь колл-центр на 8 выход на того же директора либо к код человека которого обычно оберегают секретарь и самый простой способ это не пытаться там когда бороться обходить секретаря это вначале сделать первый звонок для того чтобы узнать информацию о контактном лице мы хотели выслать вашем на во имя вашего директора там информацию либо надо это будет легенды приглашение на там выставку там какую-то такую такой почтовый адрес мне выслать это приглашение как его фамилия имя отчество как правильно называется должность все у вас есть контактное лицо дальше идет звонок уже здрасте соедините с иван иванычем если у нас есть имя с вероятностью 80 процентов нас соединяет но если конечно это не совсем небожители и не крупные компании следующий момент материала для рассылки безусловно если колл-центр будет заниматься отправка чего-либо это презентации коммерческие предложения причем желательно если это разные сегменты чтобы коммерческие предложения были заточены под них а это было не общее коммерческое предложение потому что у разных сегментов есть свои особенности которые вы цепляете и тогда коммерческое предложение работает лучше чем такое для всех массовая ну и некие последующие касания которые тоже можно продумать то есть как вы будете контактировать с теми у кого получите email но те кто пока собственно не проявит никакого интереса чтобы эту работу она не ушла в ноль выжать максимум из того что колл-центр вам принесет в своем клювике зависимости от того с кем вы работаете если допустим вы продаете ну с чем сравнить смазочные материалы смазочные материалы для заводов и смазочные материалы для транспортных компаний ну значит начиная того что он там товар будет разный это раз и второй момент на разные моменты нужно давить также с услугами даже возьмем если вы торгуете какие-то товары продукты питания предложение для сети и предложение для кого-то маленького магазинчика она тоже будет совсем совсем другие вещи то есть к магазинчику скорее всего будете подходить там общая система скидок и отгрузок если эта сеть это естественно уже будут какие-то отдельные истории ну сейчас я даже не говорю про федеральные сети просто даже маленькие локальные ну и последний момент обучения операторов здесь как я говорил очень важно чтобы не только колл-центр этим занимался но и заказчик тоже контактировал обучая каким-то моментом но если задача связана с предпродажей самый лучший способ это вот вебинары понятно что если колл-центр находится с вашим городом лучше приехать и вживую это сделать но если колл-центр удаленный как очень часто бывает по крайней мере бывало в моей практике то вебинары это инструмент который позволяет это сделать доставка обедов в компании ну как теоретически то да вроде бы но если я думаю копнуть в вашем случае но как минимум у вас будет компании разные по масштабу и опять же там могут быть моменты какие ну я сейчас фантазировать просто андрей не буду тут 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 нужно уже смотреть в вашем случае в общем основная идея когда целесообразно разделять предложение по сегментам когда ситуация проблемы в сегменте которые вы решаете они отличаются если они как-то отличаются допустим взять я работал с полиграфическими компаниями если вы продаете полиграфию кому допустим компаний которая будет участвовать на выставке либо той же там розничной сети которая печатает сну свои вот эти вот ну какие-то листовочки которые лежат на кассе естественно не должны быть разные а если продму на продукты в принципе разницы нет наверное наверное тогда одно в общем к сожалению по кейтерингу сказать не могу андрей не занимался этой темой глубоко значит относительно критериев выбора колл-центра вот здесь я даже привел сравнение разных вариантов колл-центра ну сразу поясню я уже говорил что есть так называемые железные колл-центры это колл-центр который имеет прописку то есть есть помещение в этой помещении сидят люди там находится оборудование как правило программное обеспечение их там обучают есть виртуальные колл-центры как виртуальный колл-центр это когда реально нет у колл-центра прописки нанимаются люди которые сделают звонки из дома при этом организуется сама инфраструктура используя разные сервисы начиная от того же манго офиса либо crm-системы также есть супервайзер который все люди подбирающие операторов люди контролирующие операторов но только у них в разы меньше затрат в отличие от железного центра поэтому виртуальные центра стоят дешевле так как железным колл-центом приходится отбивать кучу дополнительных затрат ответственно если ваша задача очень простая актуализировать клиентскую базу и вам нужно просто минимум денег на это потратить проще найти виртуальный колл-центр который вам за небольшие сравнительно деньги то о чем говорили что там 10 тысяч рублей это не москва да это не москва это как раз ценник подобных виртуальных колл-центра качество связи естественно с и тем что там железный колл-центрах свое она как правило выше в виртуальных центрах так как связь делается через интернет как правило качество связи похуже но даже вот в практике работы с биту бибазис когда мы собирали в 2000 по-моему это было одиннадцатом году конференцию для тренеров и консультантов сначала сделали рассылку а потом вдогонку по адресатом по получателям этой рассылки звонил колл-центр в чем именно железный колл-центр при этом судя по тому как менеджер разговаривали было понятно что качество связи у них тоже не очень потому что они просто не слышали клиентов клиента спрашивают мы вам высылали собираетесь участвовать да я собираюсь участвовать вот там оплачу буквально завтра не так я не понимаю вы собираетесь участвовать я же вам задала вопрос то есть там комические были моменты хотя казалось бы этого вопроса не должно быть поэтому это тоже стоит учитывать поэтому вот я последний момент поставил по качеству обзвона считается но и в железный колл-центр играли что мы подбираем людей мы их обучаем они у нас делают все как нужно ну зачастую я сталкивался что-то реально качество обзвона это сильно зависящая вещь от конкретного оператора повезло вам с оператором качество обзвона хорошая не повезло нужно менять причем менять как в железном колл-центр и так и в виртуальном центре поэтому следующий момент доступ записям разговоров является очень критическим то есть в виртуальном центре увидеть что человек никакой говорите не они не 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 завтра пусть маша не выходит кого-то другого подберите потому что ну маша это это ни в какие ворота очень часто ну то с чем я сталкивался железный колл-центр они берут за доступ записям отдельные деньги виртуальный колл-центр обычно вводят это стоимость основного пакета и в моей практике вы каждый день получаете отчет от супервайзера если не работа через через сервис систему и получаете ссылку на скачивание записи то есть вы их можете послушать причем моя рекомендация выборочно послушать то есть когда вы фильтруете по длительности разговора и смотрите разговоры допустим больше минуты ты когда вы понимаете что там преодолел секретаря вышло на контактное лицо и чего-то началось и вот здесь смотрите какие вопросы задавали какие отказы были как оператор говорили ну непосредственно в железном колл-центре работа с оператором несколько сложнее в виртуальном колл-центре ну по крайней мере сам колл-центр относятся к этому проще на моем опыте если еще какие-то вопросы по критериям для выбора колл-центра ну можно конечно сюда отнести если вообще опыт исходящих обзвона потому что секунд центра об этом трубят но очень часто проекты которые они делают лучше это обработку входящих звонков нежели исходящих значит как контролировать собственно сам колл-центр это как работают его операторы вот есть показатель по-английски он называется нет страйк рейд то есть показатель перехода от первичного контакта дотом заявки либо от первичного контакта до заказа но если вы смотрите уже применительно к своим продажам но это уже не только зависит тогда от колл-центра и сама воронка продаж переход от одного этапа к другому то есть по актуализации базы данных здесь ну допустим количество контактов в день там 130 организаций обзвонили для того чтобы актуализировать какое количество контактов будет получено вот я поставил здесь x очень сильно будет зависеть от базы но приведу примеры своего опыта мне нужно было актуализировать базу данных компаний которые занимаются оконных компаний которые устанавливают окна в москве обзвон организации база была взята из дубль гиса количество полученных контактов там нужных лиц директоров было 80 процентов от списка организации вторая ситуация нужно было выяснить главных производственников директоров производства главных инженеров начальников производства на машиностроительных предприятиях база была взята с одного из порталов процент который удалось вытащить но именно по целевым компаниям составлял 30 процентов почему потому что большое количество компаний были общение целевыми то есть они производством не занимаются либо кто-то попали китом ассоциации непонятные и второй момент там еще был по моему связанность что там на ряде предприятий в телефон который был указан в базе это был факс процентов примерно 20 25 и в результате общий выход казалось бы задача очень простая примитивная позвони узнай должности фил контактного лица они результаты совершенно разные зависимости от того что на входе выход на директор но если вы делаете звонок на дурака опять же в зависимости от сегмента если это небольшие компании малый бизнес то как правило у вас будет там процент 15-20 звонков здравствуйте здрасте соедините пожалуйста с директором но тут безусловно должен уже работать не вариант что мы хотим вам что-то предложить тогда течение будет выше а вот например как в истории с хостинг центром то вот мы по поводу вопрос по попу по вопросу оценки скорости вашего сайта вроде бы куда технический вопрос директором соединяют процент выше отправка кп 30 50 процентов от выходов на лпр может быть и выше может быть и ниже зависимости от того что у продаете и потенциальной потребности назначение встреч 5-7 процентов именно от контактной базы ну интерес продолжению переговоров тут я написал x потому что у меня нету четких цифр которые применительно можно назвать любой отрасли там сильно будет зависеть от того что вы продаете но это вот мой опыт относительно тех цифр на которые можно ориентироваться просто справочная информация контроль работы на операторов что можно смотреть но первое количество наборов то есть то лист количество звонков то есть сколько они набрали компаний но для вас естественно больше интересует количество организаций с которыми был контакт то есть если это актуализация как я уже говорил это количество звонков больше ста 130 140 вполне нормально даже если колд центр не снабжен системами автодозвона если автодозвон то и больше до 200 до до данные все раем то и смотрите статусы клиентов то есть как они поменялись допустим статус тех кого загнали новый получился статус контакт и дальше смотрите каждый день какое количество этих компаний и статуса новый в статус контакт перешло либо статус новый в статус предложения зависимости от того ну собственно как какие шаги будет проходить колл-центр ну и прослушивание записи уже говорил смотрите записи по длительности минимум 30 секунд где-то от минуты и больше тогда увидите что в разговоре было что то что можно обсуждать они просто здрасте здрасте соедините с ван иваны чего его иван ивановича сейчас нет он на обеде и либо иван иванович его в командировку а когда ему перезвонить ну такие совершенно не интересные разговоры то есть который ничего вам толкового дать не смогут если у вас какие-то вопросы а ну и собственно подошли наверное к самой такой интересной части оплата работы колл-центра особенно это будет актуально для тех кто с колл-центрами не работает вот очень часто в железных центрах вы сталкиваетесь с тем что нужно платить отдельно за подготовку проекта то есть разработка сценария в ряде случаев на подбор формирования базы обучение операторов а в виртуальных центрах зачастую схема оплаты это день работы оператора плюс стоимость связи то есть день в железных колл-центрах это оплата за минуту разговора причем вы планируете обзвонить какое-то количество компаний они в среднем умножают на какое-то количество минут исходя из длительности разговора либо из количества повторных звонков и выдают вам там времени нужно столько-то загоняете такую-то предоплату после того как она будет использована для для продолжения вам нужно будете продлять либо не будете продлять сюда стоимость входит за минуту разговора это работа оператора плюс стоимость связи и вот последнее время буквально может быть года три-четыре появилась услуга которую стали называть по-другому аутсорсинг продаж и они стали брать за стоимость результативного контакта хотя в максимуме они берут либо за заявку либо вообще за заключенный договор ну вот такой я сталкивался с мими кри и колл-центра они говорили что мы берем за стоимость результативного контакта при этом под результативным контактом понимали вот тот момент который я указал на слайде является у пр предприятия про информированные товари услуги заказчика при необходимости отправлено предложение по электронной почте получена зафиксированная информация по отношению проведена попытка продажи при необходимости приведен контроль естественно там уже была не стоимость минута стоимостью этого результативного контакта которая составляла там не одну сотню рублей это вот варианты ценообразованию более сложный вариант как я уже говорил когда они понимают примерно какая конверсия заявки идет и продают вам одну заявку которая может стоить разных денег от нескольких тысяч рублей до нескольких десятков тысяч рублей в зависимости от сложности продажи ну тут весь вопрос уже со всеми вот этими результативными контактами теплыми клиентами заявками это я сам сталкивался неоднократно бывает даже когда клиент да говорит пусть мне перезвонит менеджер я готов пообщаться запись такая на следующий день звонит менеджер клиент да не мне уже не интересно то есть поэтому тут может быть момент и связанные с тем что операторы нагоняют количество вроде бы теплых клиентов с другой стороны безусловный клиент всегда может передумать даже если он вчера вам сказал да меня это интересует пусть мне перезвонят ну посоветовался с кем-то ему сказали да не ну это лажа не надо естественно дальше он уже озвучивает совсем другое решение так если вопросы по этой теме ну как вы понимаете без того чтобы предложить свои услуги вебинар не может закончиться то есть поэтому вот недавно в битуби базис мы ввели новую услугу по привлечению новых клиентов или полидогенерации если говорить моно где как раз целями является снизить затраты на холодный обзвон и получить теплых клиентов ну и соответственно получение теплых клиентов для последующих продаж услуги себя что что данная услуга себя включает ну первый момент это совместный заказчик определение сегментов клиентской базы для поиска затем мы для вас формируем базу потенциальных клиентов из открытых источников если у вас слишком специфическая история ну тогда естественно мы это сделать не сможем третий момент классифицируем клиентов по потенциалу для того чтобы понимать а кого же собственно необходимо искать кто интересен если конечно это вам нужно и вы как-то разделяете для себя клиентов по объему закупа либо потенциальному объему закупа это обучение телемаркетологов продукту заказчика ну безусловно уже силами самого заказчика так рассказать о вашем продукте там ни я ни какой-то другой специалист не сможет это описание процесса активных продаж вашего товара или услуги и разработка сценариев исходя из того что мы делаем ну то есть актуализируем собираем информацию либо занимаемся предпродажами допустим первый звонок отправляем коммерческое предложение потом я второй звонок прояснение реакции доработка коммерческого предложения существующего для рассылки в ходе обзвона возможно опять же под разные сегменты если мы видим что их несколько и есть своя специфика которую необходимо отразить если не нужно то есть и мы видим что в кейтеринге все одинаково то соответственно этого не делаем дальше подбор операторов и собственно обзвон потенциальных клиентов после обучения и передача тех клиентов менеджер заказчика который уже с ними контактирует формирует коммерческие предложения дожимает до первой сделки ну и формирование отчетности в ходе проекта либо ведение серо им системы услуга стоит окончательную стоимость сказать нельзя так как она сильно будет зависеть от метода сбора информации от их количество ну где-то средний объем это около 20000 рублей причем как я уже говорил входит как сбор базы потенциальных клиентов их предварительная сегментация и обзвон через колл-центр минимальный срок от недели все зависит от объема вопрос такой а вообще для кого-то подобная услуга и вообще работа через колл-центр актуальна нет не обязательно марат можно использовать тот же почему это не установка это просто в интернете используется серо им система можно через обычные кс и имя телефон адрес электронной почты так можно поставить задачу да если ваша задача такая то так можно и поставить то есть узнать контактное лицо и собственно получить его адрес электронной почты ну то есть как минимум два звонка это организовать можно еще кстати можно если у вас стоит актуальность оценки потенциала клиента еще это мою пэру задать какие-то вопросы услуга тайны покупатель ну можно даже тоже делать через операторов хотя не ожидал что с таким моментом вы обратились но я смотрю что есть участники для которых актуально в общем для того чтобы я мог подготовить для вас окончательное предложение с учетом понимания того какой вообще размер базы для обзвона и что должно быть результатом потому что если это просто сбор информации либо предпродажи процесс будет отличаться и больше внимания во втором случае необходимо будет уделить именно подготовке оператор поэтому заходите на сайт b2bbasis.ru в разделе консалтинг есть блок привлечения потенциальных клиентов ссылку скину в чат там есть описание услуги о которой я вам только что рассказал вы нажмите на ссылку форма обратной связи и непосредственно отправьте заявку на услугу написав в тексте сообщения что услуга привлечения клиентов через колл-центр лидогенерация мы вам вышлем анкету для того чтобы понять объемы работ что за компания какие на какой территории нужно продавать оценить примерно размер самой базы которые нужно обзванить и дальше уже сформируем предложение окончательное по деньгам если есть какие-то вопросы то задавайте до участникам наверное завтра мы вышлем тогда запись этого вебинара и презентацию андрей знаете ситуация лучше чем колл-центр сложно смотря какой колл-центр знаете как можно сказать менеджера по продажам плохо продают никого кого не наберешь никто не нельзя так сказать есть конкретный колл-центр конкретный проект есть определенный опыт есть ресурсы сотрудничество с виртуальным колл-центром который себя показал и адекватен поэтому видя что подобная потребность есть мы решили предложить подобную услугу но и судя по тому что вы на этом вебинаре и часть из вас поставили плюсики я смотрю что не зря мы эту услугу вводим свой ассортимент относительно того будем лучше тут весь вопрос какой у вас был опыт и какие там были подводные камни я уже готов это обсудить потому что ну я считаю что безусловно если у вас есть задача продавать для вас мы не продадим как я уже говорил что колл-центр и оператор продавать не могут не бывает чудес к сожалению хорошо марат тогда еще раз сбрасываю ссылку если есть какие то еще вопросы задавайте пожалуйста константин пожалуйста виталь правда не знаю что в вашем случае да были проекты когда менеджеры договаривались о встрече с клиентом ну сразу скажу что в большинстве случаев договоренность о встрече она это не не результат первого звонка что позвонили здрасте здрасте давайте встречаться очень часто есть какая-то либо предварительная информация либо нужен веский повод для встреч вот работали когда операторы по продаже айти услуг один оператор назначал 2-3 встречи в день ну дальше на них уже выезжали менеджеры по продажам я считаю что это марк отвечая на ваш вопрос что на аутсорс отдать именно сбор информации остальное добить своим менеджерами это вообще идеальный вариант для колл-центра то есть вплоть до того что можно легендировано собирать эту информацию не представляясь вами вы кому как я уже приводил примеры агентство переводов смазочные масла там была такая история особенно если у вас ситуация что из базы которая на входе похоже на ваших клиентов в итоге есть высокий отсев и менеджеры получают именно ту базу по которой действительно работают там целевые клиенты услуга тайный покупатель обращайтесь денис нужно обсуждать сразу я вам не скажу ну в принципе если это не какие-то очень сложные технические вещи ну где там вопрос сторону и оператор прокололся то услугу тайным покупателем можно сделать так оценка качества обслуживания а вы имеете ввиду продавать услугу тайным покупателем ну вполне в принципе можно только тут нужно с вами конечно обсуждать сам процесс продаж то есть вариант выслать коммерческое предложение в общем как всегда в услуге тут весь вопрос заключает на сколько рынок в курсе и пользуется этой услугой если пользуется одна история если нужно создавать потребность история другая и скорее всего тут колл-центр как просто дополнительный инструмент который позволяет определенную информацию донести а формировать потребность нужно уже через какие-то там вещи более долгоиграющие те же там рассылки вебинары семинары видите у денис продает тайного покупателя а не проводит денис тогда просто напишите заявку мы с вами обсудим потому что у вас у вас шире проект чем просто работа с колл-центром нужно выстраивать именно систему активных продаж скорее всего причем с таким определенным плечом ориентированный не на короткий его дистанцию на среднюю ну что коллеги тогда на сегодня все если есть потребность услуги обращайтесь информацию я дал где это можно сделать желаю успехов в привлечение клиентов с нашей помощью либо без нашей помощи самое главное что инструменты есть и инструменты находятся не только внутри компании потому что в ряде случаев привлечь менеджера на холодные звонки бывает непросто а если вы понимаете что целесообразно использовать внешних исполнителей то стоит использовать эти возможности тренинги по продажам до тренинги по продажам проводим сейчас я вам пришлю ссылку в чат андрей вот зайдите по вот этой ссылке там как раз описание по корпоративу тренингам по продажам плюс там две программы одна для тех кто работает с перепродавцами секреты оптолог продаж других для тех кто работает именно с конечными заказчиками в битубе активной продажи в битубе поэтому посмотрите если есть интерес к обучению своих сотрудников то тоже с вами можем поработать ну что тогда на сегодня все желаю вам успехов в привлечении клиентов и до новых встреч на вебинарах либо в проектах до свидания подписка